Где оставить собаку на время отпуска хозяев? Собака в семье становится не просто другом, а полноценным членом. Она нуждается не только в уходе, но и во внимании, заботе и любви. Но как быть, если предстоит поездка в отпуск? С кем оставить собаку на время отпуска? Единственным вариантом, если отдать питомца родственникам не представляется возможным, становится передержка или размещение в зоогостиницея. Почему передержка собак стала популярной? Передержка собак – это их размещение в специальных отелях, гостиницах или же на квартирах у людей, которые предлагают свои услуги. По уходу за питомцем на время отпуска хозяев. Организация или же человек, предлагающий свои услуги за определенную плату, поможет питомцу не испытывать скуку и проще перенести разлуку. Передержка собак – лучший способ пережить временную разлуку с владельцем. Передержка становится все популярнее, ведь она считается наиболее простым и безболезненным способом пережить разлуку со своим хозяином, поскольку собачка находится под надежным присмотром. Да и для самого человека данный вариант считается наиболее приемлемым, ведь постоянно просить друзей и родственников пустить в дом. Своего четвероногого любимца не всегда удобно. В данном же случае, находясь в командировке или отпуске, у владельца не будет болеть голова за него. Основные факторы комфорта – место, где можно оставить собаку на время отпуска. Для проживания питомца на время отъезда хозяина можно воспользоваться услугами зоогостиницы или докситера. Каждый хозяин должен сам решать, где лучше оставлять питомца, а для этого стоит выбрать несколько вариантов и изучить их лично. У докситера питомец будет проживать в квартире. Чаще всего на передержке в данном случае остается один питомец, что гарантирует хороший уход, ведь внимание докситера будет сосредоточено только на нем. Обратите внимание, в зоогостиницах питомец проживает в вольере, здесь могут проживать и другие животные. При выборе способа временного размещения хозяину необходимо обратить внимание на внешний вид опекуна, его характер и опыт в общении с собаками, чистоту в гостинице или же квартире, наличие аптечки, а если пса планируют оставить в зоогостинице, то на присутствие в ней ветеринара. В зоогостиницах предусмотрены все условия для комфортного размещения питомца. Безопасность и уход для собаки на время отпуска или отъезда. Во время поездки в отпуск или в командировку каждый владелец хочет быть уверен в безопасности своего пса на передержке. По договору сотрудники зоогостиницы или докситеры обязаны обеспечить комфорт и безопасность питомцу, а не просто посидеть с ним. Но хозяин должен предоставить полноценную информацию о состоянии здоровья своего питомца, а также уведомить о наличии прививок и аллергии. На препараты или продукты питания, собак какого возраста можно оставлять на передержку. Отдавать собаку на передержку можно в любом возрасте, но все же отдавать щенков до полугода не рекомендуется, поскольку в это время формируется психика, да и к тому же пес в таком возрасте, учится выстраивать свои отношения с хозяином. Однако, если другого выхода нет, то оставить собаку на некоторое время можно, когда нужно отдать на передержку взрослого пса, приобретенного недавно, то лучше это сделать после двух недель совместного проживания. Если же оставить пса в таком случае одного, то расставание может подорвать прогресс развития отношений и доверия к хозяину. При хорошем уходе пес сможет уютно пережить отсутствие хозяина, что лучше, оставить животное в зоогостинице или отдать на передержку. Услуги по передержке питомцев предоставляют зоогостинице и частные лица. Разумеется, для подобных организаций и граждан уход за собакой является занятием, которое приносит стабильный доход. Поэтому к выбору места, где будет временно проживать пес нужно подойти ответственно и осторожно. Не стоит выбирать заведение, где проживание обойдется дешевле, ведь здоровье и спокойствие пса должно находиться на первом месте. Для себя каждый владелец, должен решить, где будет проживать его животное. Но стоит отметить, что зоогостинице специально обустроено для приема животных, а вот на обычной передержке условия могут быть не созданы. Обратите внимание, во многих гостиницах работают профессиональные ветеринары, а также кинологи. За дополнительную плату они будут заниматься с псом и обучать командам. Но и на домашней передержке докситеры полноценно ухаживают за любимцем. Все их внимание направлено именно на собаку, а в гостиницах, где на временном размещении прибывает несколько животных, не всегда внимание, может быть уделено именно одному питомцу. Кроме того, доксити после постоянного нахождения с питомцем сможет посоветовать как его лучше развивать, сколько стоит пристроить животное на время отпуска. Стоимость передержки у доксистера в среднем составляет около 700 рублей в день. В отелях средняя стоимость проживания питомца в сутки – 1000 рублей. Но значение имеет и порода собаки. За маленькую особь попросят около 1000 рублей, за среднюю 1400, но дороже всего обойдется передержка агрессивного животного. Оставляя пса на передержку, владелец должен предоставить полную информацию о его здоровье, что входит в стоимость передержки. Стоимость. Передержки докситеры и зоогостиницы включают следующие услуги. Транспортировку пса в квартиру или же зоогостиницел, если в этом есть необходимость. Питание. Если любимец страдает аллергией или нуждается в специализированном корме, то его можно привезти с собой и тогда конечная стоимость услуг будет меньше. Непредвиденные расходы, а именно покупка нового ошейника или поводка, если старый сломался или порвался. Медицинские расходы. Потребуются при необходимости посещения ветеринара или покупки лекарств. Отвечает ли хозяин за порчу собакой имущество докситера. Если доксити оказывает частные услуги без заключения договора, то необходимо, заранее обговорить данный фактор. Но, если заключается договор, то по его условиям доксити берет все расходы за порчу имущества на себя. Однако клиент должен дать полноценную информацию о поведении и характере своей собаки. Так, к примеру, если четвероногий друг постоянно дома грызет вещи, об этом необходимо предупредить и тогда псу будет уделено повышенное внимание. Что произойдет, если собака заболеет на передержке? Приют и доксити, если собака заболеет на передержке, должен брать все рекомендации по его уходу на себя. При наличии признаков заболевания владельца необходимо уведомить об этом в первую очередь. Все услуги ветеринара, не связанные с виной докситера, хозяин оплачивает по приезду на основании чеков из клиники и ветеринарных аптек. Доксистер и зоогостиницеа всегда действуют по договору. Заключается ли договор? Организации и частные лица, предоставляющие услуги по передержке, действуют по договору, который владельцу необходимо подписать, чтобы пристроить четвероногого друга. В договоре предусматриваются основные положения, право и обязанности сторон. В документе должны быть оговорены правила и обязанности хозяина предоставить достоверную информацию о состоянии здоровья и характере своего питомца. В свою очередь докситеры по договору обязаны осуществлять надлежащий уход, следить за самочувствием и незамедлительно информировать о непредвиденных случаях владельца. Хозяину следует избегать граждан, которые готовы предложить свои услуги без заключения договора, ведь такая деятельность может свидетельствовать о мошеннических действиях. Да и кроме того, если с питомцем что-то случится или он получит травму, то хозяин не сможет подать в суд на незаконные действия зоогостиницея или ситера. Поэтому сдавать четвероногого любимца таким граждан не рекомендуется. Плюсы и минусы гостиницы для животных. Размещение пса в зоогостинице, всегда имеет свои положительные и отрицательные стороны. Главной задачей хозяина является тщательное изучение места, в котором предполагается временное проживание питомца. Среди положительных сторон можно выделить следующее. Данное решение является спасением, особенно, если нет ни друзей, ни знакомых, которые могли бы взять питомца. Если гостиница может похвастаться профессиональным и квалифицированным персоналом, то для больных или же собак на реабилитации размещения. В ней станет лучшим решением. Животное содержится в отдельных вольерах, а если пес нуждается в индивидуальном уходе, то сотрудники гостиницы смогут обеспечить ему соответствующие условия. Прогулка осуществляется на огороженной территории, поэтому вероятность побега сведена к минимуму. Самым главным и важным отличием зоогостиницы от передержки является постоянное присутствие ветеринара, который при необходимости сможет оказать первую помощь. Отрицательные стороны. Если владелец отдаст питомца в первую попавшуюся организацию или к человеку, который занимается передержкой, не убедившись в их репутации, то возникнет риск ненадлежащего ухода. Другие животные, находящиеся на временном проживании, могут быть инфицированы. Стоимость данной услуги достаточно высокая. Важно, собака лучше перенесет разлуку со своим хозяином, если с детства он позаботился о ее социализации. Разлука со своим хозяином для питомца всегда становится серьезным ударом, поэтому владельцу необходимо тщательно проанализировать место для временного его проживания и выбрать то, которое отвечает требованиям комфорта и надежности.